Вы готовы к настоящему нагибу разработчика? Читер он или нет? Узнаем прямо сейчас. Или как ему удалось сделать такое колоссально крутое количество урона? И почему именно этот бой считается лучшим сражением разработчиков когда-либо сыгранным и даже амвейджов это подтвердят? Чтобы получить 10 тысяч золота нужно нажать на эту ссылку и подтвердить свою подписку на канал, а также поставить лайк и оставить свой ник в комментариях. Посмотрите на ник данного игрока в эту секунду. Клан у него VG, значит он является сотрудником компании Wargaming, потому что просто так в этот клан не возьмут парни. Ну давайте же посмотрим как у нас разрабы катают. Сразу на левую часть карты он переместился и тут же по набежавшему светляку пытается наносить какой-то урон. Молодец, потому что первое пробитие уже есть. Всего 311 урона, вверху количество урона будет всегда написано. И конечно же интересно сколько его будет в самом конце сражения. Как мы видим этот бой немножечко староват. Он 2016 года, сразу скажу вам, потому что давно уже разработчики к сожалению не выкладывали свежих своих сражений. Если вы хотите увидеть новых сражений от разработчиков и чтобы они делились своими успехами на сайте World Replace, обязательно пишите это в комментариях и ставьте лайки. Тем временем смотрим как наш мастер игры World of Tanks потихонечку от позиции здесь что-то уже да и настрелял. Однако особо активных действий от него к сожалению не замечено. Но в принципе для этой карты это стандартный такой расклад для средних танков. Они от центра продолжают настреливать даже в патч 9.19. Здесь ничего не поменялось, потому что либо сюда приезжают СТшки и они падаются от артиллерии, которая их с базы пытается поймать. Либо вот так вот одна команда приехала, другая не приехала. Одна дефит от этих кустиков, которые у них возле базы и пытается здесь выцелить какую-либо СТшку. А вторая пытается выцелить соответственно ПТ-САУ, которые там заныкались. Вот кстати очень странное поведение Лоры 40Т, которая непонятно почему там именно на базе осталась и не хочет сюда подъехать поботаться вблизи. Как мы видим очень везет нашему разработчику и цели прямо лезут ему в прицел. И искать уже ничего не нужно, потому что танки подставляются сами. Удивительно, даже никакой опасности он здесь не видит, потому что выезжает какой-либо танк и тут же его прицел его находит и начинается просто уничтожение. Сейчас наш герой видит, что танков врага на базе осталось очень мало и можно подъезжать ближе и начинать уже активную фазу боя, а именно выкатываться, а именно кружить, на что ТВП способна на все 100%. Видим бедный премиум танк CDC, тут человек заплативший за CDC потихонечку насосал на все свои 1600 или сколько там CDC стоит. Но, однако, Объект 268 сейчас ББшиной там вдалеке наказал все-таки нашего разработчика и минус 754 ему запилил. И сейчас уже не так вольно и легко будет врываться наш герой, потому что половина ХП практически отсутствует, ну чуть меньше половины, конечно же, а это очень и очень печально. Но второй счет от 268 будет крайне-крайне печальный, если выйдем сейчас, а ПТшка может переехать, а 268 не такой и медленный. Что же делает сейчас наш ВГшник? Мы видим, что никого не осталось практически на этом фланге из врагов и нужно конкретно продавливать, потому что счет уже выигрышный, 3200 урона нанесено, но это, как вы понимаете, еще далеко не рекорд. Не пробил почему-то ТВПшку, очень удивительно. И сейчас уже нужно заниматься 268-м, еще один урон на 759. Вот о чем я говорил, парни, именно об этом. Такого я не ожидал, если честно, потому что я вместе сейчас с вами первый раз это видео смотрю. Смотрите, 759, он уже остается шотный и сейчас нужно выкатываться на базу. А тут ИС-7 АФКшный? ИС-7 АФКшный или он просто не ожидает никого? Похоже, ИС-7 вылетел из боя. Конечно, это халявная домашка, но я бы советовал нашему герою сейчас заняться объектом, потому что именно он больше всего может нам гадостей наделать. Конечно, хочется добрать семерку, конечно, хочется получить эту халявную домашку, однако вот он, объект подставляется и немножко перезарядки не хватает, чтобы всадить барабан и поставить его на каточек. Однако отъезжаем назад и начинаем разминать его сладкие бока. 5800 домашки уже у нашего героя. Будет ли больше, узнаем вместе с вами прямо сейчас. Что же ты делаешь с нами, разработчик? Смотрим, что вдалеке еще вафлипазик там, и нужно его тоже разминать. Однако ИС-7 АФКшный сам себя не убьет. И нужно тоже пульки ему вставить, потому что хоть он и АФКшный, но он продолжает всех наших героев постоянно подсвечивать. И вафли могут как-то поэтому там откидывать. И еще две пульки финальные вставляем вафлипазика, тем самым отправь его в ангар. Уже 4 фрага, уже 6867 домашки. Будет ли больше, узнаем, конечно же, вместе с вами. Остается там еще вафля, остается маус, остается Тайп-4 Хэви. Это очень много урона, потому что танки жирные, танки крупные. Особенно Тайп-4 Хэви, посмотрите. А вафля 2000 Хэви еще носит. Нужно срочно их себе забирать в свою копилочку. Что же ты, вафля, убегаешь? Господи, как же хорошо вот такие вот выстрелы совершать. Потому что ровно за несколько секунд фуловая вафля отправляется в ангар. А там еще маус 3000 Хэви. Господи, это еще тот неапнутый маус, который сейчас будет пробиваться. Который будет просто лакомым кусочком для нашего героя, скорее всего. Потому что у него 8000 урона, а это еще не рекорд, парни. Посмотрите, там голубой 7 затерялся. Добирают Тайп-4. Остается один маус, который на нашего героя, к сожалению, внимания не обращает. К сожалению, для мауса. К счастью, для нашего героя. Но нужно получше выехать, чтобы было видно нижний лист дна у нашего мауса. Вот он, нижний лист. А маус, похоже, тоже вылетел уже. Он расстроился, и можно спокойно накидывать урон. И сейчас 9107 урона уже после этой разрядки по маусу. Скажем так, подведем итоги. Налегке был нанесен этот урон. Сказать, что особый скилл был проявлен, ничего не сказать. Потому что любой урон, это, конечно же, скилл. Результаты сейчас перед вами. С вами был Бомбилка. Вот, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok